Касово. Жень? Касово. Угу. Соответственно, еще строки для казачьих хипотов нет. А это иногда бывает необходимо. По фразам типа «даного хипотеза, данного ученого никто не поддержал», то очень сложно уже казать. А вот докажите, что никто не поддержал. А речь подошла, что это депоза, за тех, кто не ученого. И в отсутствии буквально, в публикации этих четырех журналов еще более менее проверяем, а это было. А в этих историях, который сказал, что у данного автора нет публикации, все равно все равно. Таким вопросом с доказанных. Да. Следующий тезис. О том, что, как статья допустил этот доказатель, прямо относящийся к теме, в случае, если мы будем последовательно применять этот тезис. Но в самом смысле, конечно, полезно позволяет исключить многое из того, что в... Кто-то может перешить? Засыруйся так же. Вот пульт есть, можно взять. Я просто... Само себе это дезисполезно, разумеется, позволяет исключить неопределенность. Но при последовательном изложении, как применение этого принципа два ктарде. Особенно в темах, которые очень хорошо изучают, это может привести к тому, что эффективие может превратиться в множество статей, в которых участник должен установить взаимосвязь. В результате возможны физиотерические эффекты, как, с одной стороны, возможность введения возглуждения читателя, и этому слоили только одну статью, которая подробно уже пригорастается у нас, о деятельности какого-то дела. Как мы говорили много его сторонников. А если мы можем обратиться, например, к статьям о темах, которыми занимался данный деятель, то можно обговорить, что воззрение данного деятеля, мягко говоря, либо в ответном предпоследствии, либо, по крайней мере, критикуется. Причем связи критики, например, с воззрением конкретного деятеля, если это критикуется вообще позиция, а не отдельный деятель, найти, ну, часто, довольно непросто. И, соответственно, либо это будет начать введение возглуждения читателя, потому что, может, в куплям возглавляться нейтральная точка зрения, где связаны, например, прямо на части всех тем, в сюжетах, какого-то деятеля только вайф, а критикуют уже без называния, либо может приводить к, ну, это на самом деле бывает, к такому специалистическому эффекту, что-то вроде эротического изложения, когда, в принципе, либо, когда излагается какая-нибудь устаревшая концепция, изставленника излагается понятие такой трагической иронией, что утверждал тот, защищал его, говорили, а все, что защищал данный деятель или получил там какое-то ставит это премию, а в итоге читателя становится ясно, что по большому счету уже, что занимался данный деятель, ну, если не эрунда, то, как говорится, тесно связано с временем и эпоха. У меня тут пример, ой, нет, пример, не буду приводить, потому что он не очень удачный, но я думаю, что проблема ясна, включая-то из о детальных источников. Из детальных источников тоже может получиться много интересных вопросов. вот у нас есть эссе, которое, до сих пор, пока не принято, как правило, избегать неопределенных выражений. То есть, действительно, желательно приводить те источники, которые выражаются наиболее конкретно. Однако, может получиться, что как раз, если источник выражается конкретно, а нерастяжима, эта конкретность оказывается противоречащей нейтральной точкой зрения, потому что эти конкретные выражения источников, они будут являться оценившим. Выдающийся талант, умилительный доказал, яркий, гениальный автор. Таким образом, если мы стремимся пересказать вторичные источники сводить нейтральную точку зрения, нам придется эти конкретные выражения источников не более неопределенными, но такими, которые не вызывали посомнений в своей нейтральной. Потому что, если одни говорят, что много поддержало это, другие говорят, что мало поддержало это. Мы говорим, что некоторые поддержали. Вот это самое раздерживое парамет. Если приводится источник с цифровыми показаниями, но эти цифровые показания вызывают какие-то сомнения в этот конкретный расчет, мы просто примем. Мы можем писать и более расстреливым, что источник заявляет, что, например, если приводить статистический аргумент в пользу поддержки определенной точке зрения. Далее. В общем, когда при работе над статьей многие участники опытные, действительно, как правило, оставляют за кадром все утверждения вторичных источников, которые кажутся им явно непродоподобными, потому что, если они единичные, то это вполне подпадает, может подпадать и в парадинальное утверждение или просто подпадать нераспространенное утверждение, которое не нашло в дальнейшем объектах. То есть, как правило, эта процедура в приятной работе нередко это процедура, которая, как говорится, остается за кадром, даже за кадром оставлять нельзя обсуждение, потому что автор, посмотрел, прочитал, ну, основа автор прочитал то, что источник, увидел, что какие-то, например, либо сомнительные, либо ему кажется сомнительными. Разумеется, та самая процедура может приводить и конституционность театра. И проверить это в конкретном случае довольно сложно, потому что это зависит от добросовестности автора во многом. То есть можно, с одной стороны, если автор добросовестный и считается это добросовестным, по крайней мере, он будет отбирать то, что чаще всего встречался ускорщики, то, что показалось не более важно, у меня в таком соответствии с требованиями вещественных предложений. С другой стороны, та самая процедура может привести и к тому, что автор не будет отбирать из источников то, что ему больше нравится, то, что вписывается в его концепте. Особенно это касается вторичных источников, которые не хотят сосылаться, потому что они либо не снаджены, а порой не кирпичные, и называются мёртые сомнения. А если, например, оппонент будет утверждать, что вторичные источники тоже непременно надо привести, да, если он называет это, сомнения, соответственно, у нас возникает следующий вопрос «Как спорить с экспертом?» Если «Почитку ВОДУ». А второе, эркепедисты вызывают сомнения в утверждении экспертом. Теперь здесь есть. С одной стороны, есть мнение, что участники эркепедии не должны спорить с экспертом и приводить только то, что они сказали, а тратящие в позиции тратят точки зрения. Однако, опять же, это не означает, что участники Википедии должны способствовать вольно или невольно распространению среди читателей информации по крайней мере сомнительной или такой, на которой сложно проверять. В таком случае, если мы полностью откажемся, например, от приведения контекста к данному утверждению, если этот контекст приводится в общем плане, например, в год, работа специалиста может проводиться конкретное описание работы какого-нибудь технического устройства или какой-нибудь комментарий, например, к законодательству. В то время как журналисты, сообщая определенные события, будут комментировать, опять же, какие-то технические детали, вопросы законодательства, но применительно конкретного. Соответственно, возникает вопрос, можно ли я считать, будет ли здесь оригинальным исследованием, ну, как минимум, давать отсутки к статьям Никиферии, в которой более общее будет толковаться это некое явление или реалии, но не принято конкретному событию, о котором стать нет, или, соответственно, ну как максимум уже давать разъяснение относительно конкретного события, например, и, в целом, где будут другие, которые были в том, что в том, как выяснить, То есть, если по последовательности мы будем применять отличие отчего запрета регионального синтеза, то насколько возникнет проблема, подойдет о доверии к инкипедии, потому что смотрю одну статью мне там сообщает один добор мнений экспертов, смотрю другую статью мне там сообщает тюрьмисчик, славян другую статью, узнал, что там совершенно другой добор мнений экспертов, который сложно соотноситься с тем, что представлен первым, только потому что, о, конкретные... Есть такие проблемы, на которых все аргумалисты считают свой дом, чтобы высказаться и других источников на протяжении единого времени не может просто иметь? Соответственно. Тогда получится, что вместо балансирования различных мнений с позиций на крайней точке зрения, войдет только конфликт, и с тем, нужно ли приводить вообще мнение какого-то эксперта или не нужно? Соответственно, с позицией является лен. Если, например, набирается какое-то количество утверждений, которые я вложу, соответственно, можно отзадить, что я среди это ненадежный источник. Данный эксперт, который вы хотите привести в статье, написать, например, оценку источников и констатировать концепцию, что в эту минуту называется. С другой стороны, это довольно сложно, опять же, с точки зрения и нахождения удобства обсуждения, потому что обсуждения на статьях, страница обсуждения статьи, связанная с темой, и страница обсуждения, например, на ООО, могут привлекать разные группы участников с разными результатами. Это уже практический фонд. Ну и, наконец, последний пункт. Самый простой. Относительно справа. Относительно того, насколько часто, например, нужно комментировать те или иные, иные сведения по наручной. Данный эксперт, он, если они управляются в одной статье, потому что при таких кратных справках, с одной стороны, необходимо для оборудования создано восприятия, о чем ведет речь, то есть, чтобы... И не всегда здесь можно обойти с приборожной дектификации. Однако, суть в том, что здесь сложнее всего совместить и взвешивать и взвешивать и с изложения нейтральной точки зрения, потому что если там одна фраза — «Учёный заявил» или «Неучёный заявил» уже, соответственно, ориентирует в... Своим образом навязать определенные точки зрения, Если имитировать, если, например, мнение экспертов, реже одного мнения, приводить с позитивными характеристиками, мнение экспертов придерживающих выводов, то есть, извините, с отрицательными характеристиками, то можно, разумеется, таким образом натолкнуть читателей. Для этого в случае его нужно натолкнуть читателей на определенные уровни. Соответственно, в сочетании формализимости вот такие краткие справки, они, может быть, даже в чем-то самое сложное представляют, потому что можно, конечно, ну, обычно инклюзивно делается оценка или краткое суммирование того, о чем идет речь более специально в статьях или о чем вообще недавно идти речь в Википедии, ну, может идти речь в отдельных историях. Но здесь, во-первых, большой повод для споров и крайне для претензий вы докажете, что источник демонстрирует что-то, а не пытается демонстрировать, например. Но вопросы источников на все, к сожалению, ну, понятно, что до конца не разрешим, но так именно потому что источники, возвращаясь к начальнику тезису, источники, которые мы используем, они, в общем, ни один из них не преследует тех, кто в том, что в этой цели, которые преследуют в Википедии. Оно не рассчитано на тот же уровень читателей и даже в... то есть в идеальном варианте, и даже в этой цели к нейтральности. Нейтральности источник не совсем то, что занимается как нейтральности в Википедии. Благодарю за внимание. Я просто, прощай, горько немножко абстрактно получилось, отключен, но я, надеюсь, в этой части более-менее улавлю его примеры, если будут еще вопросы, соответственно, по примерам. Понятно? Благодарю.